здравствуйте зрители моего канала сегодня у нас на обзоре вот такая вот компьютерная акустика 21 это edifier е 3100 так что она у нас из себя представляет это у нас коробок является сабвуфером тут же у нас находится и блок питания и сам усилитель значит кнопка включения это у нас громкость бас и высокие частоты так порт фазоинвертора такой вот задней части все на иероглифах так это у нас вход линейный ну а укс подключение сателлитов так это у нас 40 ватт потребляемая мощность но в принципе тут больше смотреть нечего по весу так коробочек довольно увесистый давайте переходим к сателлитам такие вот они маленькие здесь вот тоже получается на таких зажимах провода а это вот такая вот штучка можно вешать маленькие довольно таки тяжелые гриле снимаются здесь грилю так вот выглядит здесь мы видим вот такой вот средний частот ник подвес как типа поролоновый примерно такой и пищалочка вот такая розетка с переходником прослушал я данный усилитель вот но прежде чем слушать я замерил ему а чиха вот фотки чуть позже вы увидите ну либо здесь в помещении просто дает такие резонансы либо так оно и есть но по крайней мере нету явных таких сильных провалов чтобы вот середины вообще не было тут можно кое-как что то сделать то есть звук слушать можно но а чиха довольно изрезано конечно а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, наверное, примерно вот такого уровня звук. Чтобы добраться до внутренности, нужно открутить по периметру саморезы. Вот я часть уже открутил. Не откручивайте центральные, может что-то внутри отвалиться. Так, открутил я саморезы. Что мы можем внутри увидеть? Что-то она держит там. Сразу далеко не отставишь вот эту вот штуковину всё. Тут он всё поприклеен на клей термо. Или что это такое? Ну вот, посмотрите, вот здесь вот разъёмов получается нету. Всё на пайке и на этом термоклее. То есть для чего они так вот сделали? То ли всё для экономии. Но то ли припаяли, чтобы лучше был контакт, чтобы для звука. Ну, не знаю. Так, тут, значит, таких вот размеров трансформатор. Тут уже термоклей начал трескаться. Это вход АУКС. Тут надо будет, наверное, закрепить. Это у нас вот такой вот жестяной радиатор. Ну и он также прикреплен к задней вот этой стенке. Она тоже такая металлическая. Так. Так, а усилители там? Значит, на сателлиты, я так понимаю, идёт два одинаковых ЮТЦ-2030. А на сабвуфер идёт ТДА-2030А. Конденсаторы здесь 4000 микрофарад, два штуки, каждый в плечо получается. А вот операционный усилитель. Здесь стоит, если это оригинальный, NE5532P. Это, в принципе, довольно неплохой. Но, опять же, если это оригинальный. Динамик здесь вот такой. Ну, а вот это порт фазоинвертора. Вот, кстати, выварилась бумажка. Это, наверное, от трансформатора. 2 по 12 вольт переменки. 1250 мА. На электронной музыке, в принципе, нормально так ещё и ярко так звучит. Но, допустим, что-то такое поставить, если инструментальное такое, с вокалом и прочее, то всё-таки звук не совсем такой естественный, так бы я бы сказал. Вот. Ну, а так, в принципе, довольно нормальные колонки. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!